Члены наблюдательной комиссии придирчиво изучают не только пробы блюд, но и документы. В Кольчугинском СИЗО содержится порядка 300 человек. Их питание должно соответствовать нормам. А на ужин что у вас? Вот. Рыба и каша пшеничная. А рыба где? Как она готовится, размораживается? Она у меня в холодильнике. Особое внимание к меню беременных подследственных. Им положено сверх нормы молоко, яйца, масло, фрукты и овощи. Как выяснилось, претензий к питанию у ожидающей ребенка женщины нет. Подследственные из Удмуртии, впрочем, не особенно переживают по поводу здоровья будущего малыша. Вы ее вообще сами курите, да? Да. То есть вот эта вот обстановка вас не пугает? Нет. А ребенка ваша? Людмила Романова, уполномоченная по правам человека во Владимирской области, просит помешать щи и продемонстрировать, есть ли в них что-нибудь, кроме капусты. Нарекания блюда не вызвала, впрочем, дегустация не главное в ее работе. Я должна следить за правами человека, какой бы он ни был. Будь это подследственный, осужденный или тот человек, который работает с такой категорией людей. В течение полугода планирую посетить все учреждения подобного типа. Председатель общественной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Андрей Лыков более осведомлен о том, какие проблемы есть в зонах. В прошлом году он выезжал в закрытое учреждение 76 раз. В сезон номер три он был полтора месяца назад. Поступило сообщение о том, что 12 сотрудников учреждения избили подследственного. Факт не подтвердился. Когда мы уехали, в отношении вас были какие-то противоправные действия, притеснения, из-за того, что вы общались с членами нашей комиссии или нет? Ну так явно в действии не было. То есть все было нормально, да? Да, все было хорошо. Мужчина ждет решения по апелляции. Он нарушил закон не впервые. Впрочем, люди в закрытых учреждениях редко признаются в совершенных преступлениях. Посадили несправедливо. Я его не воровала. Уровень медицинского обслуживания одна из главных проблем. Кадровый голод не обошел стороной и зону. Иногда обеспечить полный профосмотр спецконтингента вовремя просто невозможно. По закону, обследования в СИЗО должны проходить в первые дни после поступления и затем через полгода. Подозреваемые, обвиняемые, которые обратились к нам с жалобами в камерах, сказали, что не проходит полного медицинского осмотра. Должно проводиться в течение трех дней. Этого, к сожалению, не осуществляется. При этом не все подозреваемые, обвиняемые знают о своих правах и обязанностях. Руководство регионального ОФСИН согласно с тем, что проблемы есть. То есть доступ к получению информации о своих правах, о своих обязанностях у них есть. А что значит знают, не знают? Ну, нужно будет, если рекомендацию общественной наблюдательной комиссии сочтем объективные, будем зачеты у них тогда принимать на знания. А это не будет нарушением. Зачеты и экзамены по правам человека в СИЗО пока не принимают. За соблюдением закона круглосуточно и беспристрастно следят десятки камер. Даже обыски здесь с недавних пор снимают на видео. Ирина Начарова, Александр Мажаров, Шестой канал.